Свой фильм прислала Ирина Скрябина. Вот так она выглядит. Проживает Ирина Скрябина в Ростовской области. И она является домохозяйкой. Чего домохозяйка? Потому что она всё делает дома сама. Она хозяйка. Что хочет, то и делает. А делает она такие интересные вещи. Как вещи с сарбитона. То есть это и малые формы, уже и большие формы. То есть Ирина занимает уже третий год. По арбитонам и таким творчествам. И посмотрите, сколько интересных работ у этого мастера. Ну вот вы видите, что даже не только малые формы. А уже Ирина делает и барбекю. И вот столбы подпорные. Но видно, что ещё эта работа недоделанная. И даже интересно видно, что каркасы только сварены. И вот такой вес стоит на трубах. То есть и дракончик здесь выглядывает в виде замка. И вот уже заклёпочки. То есть уже делать малые формы неинтересные. Ирина пытается уже делать барбекю, беседки. То есть навык появился. И вот так человек развлекается. Он уже и бассейн. И по замыслу на этой усадьбе планируется очень много работы. Ирина хочет сделать сказку на своём участке. Он видно, там и барбекюшница небольшая. Вот камни декоративные. А это вот как бы ради малых этих форм и идёт фильм. То есть вот такие малые формы можно делать. И это уже такой своего рода старт для того, чтобы делать большие работы. То есть вот такая улетали будка собачья. Не знаю, что это такое. А здесь явно какая-то бутылочка оформленная. Ну, может быть, опознанная гипсовая шпаклёвка. Ну, важный результат. Видите? То есть бутылочка оформлена под такой филин, под сову. И вот такой декор, который можно подарить на день рождения. Или там близким своим друзьям. А это вот такие домики. Вот они как модель сделаны. Ведь и покраска, и грибочки. То есть, а представляете, если такой домик сделать большой. Это уже готовая модель для работы с большими объектами. То есть у Ирины очень много интересных работ. И вот как бы можно для дачи взять вот такие идеи. Вот дракончик сделанный. И опять, чтобы сделать большую работу, надо сначала сделать маленькую работу. А опять вот это тыквы. Ну, малая форма. Она тоже сделается из бетона. И вот покраска. И не отличишь, где она настоящая, где она декоративная. Ну, вот видно фрагмент. Мы смотрели полный фильм о этом начале строительства барбекю. Это вот такие пенечки и декоративные камни. Смотрите, они с какими-то наскальными росписями. Там вот скелет этого дракона или там собачки какой-то доисторической. То есть можно вот делать камни с такими элементами, куда можно вставить растения. Ну, и вот много всевозможных фрагментов вот таких вот птичек. И вот опять этот брент. Вот такая кадушка или деревянный цветочник. Вот из-под камень. Ну, видно там еще шифером закрыто. Ну, со временем обмотает сеткой и сделает и дальше работы по оформлению своего, будем говорить, своей усадьбы. Ну, вот посмотрите, в конце фильма я кину эскизики. Он арочка проглядывает, такая интересная, которая тоже играет какую-то роль. Ну, это вот, видите, всевозможные малые формы. Там, я не знаю, что-то такое, баклажаны или что-то такое, какое-то растение, которое выросло. Ну, все это можно делать у себя на участке. Видите, домик такой вот. В нем кто-то живет, и вот мелочи, вот такие сказочные работы вырастают на огороде. Ну, вот видно, что настоящая домохозяйка не будет скучать во дворе и будет вот что-то делать. Смотрите, вот какой интересный цветочник. Ух ты, какой даже собачкой, там, я не знаю, кто это, такая мышка, которая живет и прекрасно существует с вот этими растениями. Так что, смотрите, следите за этим мастером. То есть, у ней много интересных задумок, которые можно реализовать у себя на участке. Ну, и смотрите, эскизы, которые я скину в конце. Ну, и смотрите, эскизы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok